Завтра в 17 часов на НТРК Магаз состоится прямая линия с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Подготовка к мероприятию идет полным ходом. Вы можете задать интересующие вас вопросы или отправить видеообращение на личную страницу главы ВКонтакте или на номер 8 928 098 2333 в мессенджерах WhatsApp и Telegram. В ходе прямого эфира вы можете также позвонить на бесплатный номер 8 800 505 45 48. Трансляция прямой линии будет вестись на телеканале НТРК Магаз, на официальном сайте, на площадке телеканала ВРУТЮБ, а также на официальной странице ВКонтакте главы Ингушетии. 20 ноября на территории аэропорта Магаз имени Сумубека Асканова пройдут антитеррористические учения. В связи с проведением учений возможно временное ограничение движения в районе аэропорта, поэтому гражданам рекомендуется учитывать это при планировании своих маршрутов. Власти просят жителей сохранять спокойствие и не допускать паники, а также воздержаться от вмешательства в работу служб, задействованных в учениях. Основная задача – обеспечить безопасность и порядок во время проведения этих мероприятий. Реализованный АСМ-групп проект башенного комплекса «Харпи» в Горной Ингушетии стал победителем седьмого международного конкурса «Золотой трезине». Церемония награждения состоялась в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге. «Золотой трезине» – это международная премия за выдающийся вклад в архитектуру как вид искусства. Более 675 миллионов рублей будет направлено в ряд регионов на завершение капитального ремонта и реконструкцию учреждений культуры. С помощью этих средств в 2024 году будут открыты 25 учреждений культуры в шести регионах. Это дома культуры в Республике Алтай, Дагестане, Ингушетии, Татарстане, Чечне и Ставропольском крае, а также Театр юного зрителя в Казани. Реконструкция театров и капитальный ремонт домов культуры в регионах ведутся в рамках нацпроекта «Культура». Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Палате принять во втором чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. По правкам ко второму чтению законопроекта устанавливается, что несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 до 15 тысяч, на юридических от 15 до 30 тысяч рублей. Правительство определило перечень государственных услуг, которые россияне смогут получить в МФЦ по биометрии без паспорта. С использованием биометрии граждане смогут получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, оформить государственную пенсию, получить разрешение на строительство как застройщик, подать заявление на расторжение брака, получить пособие в связи с рождением ребенка и другие социальные меры поддержки. Возможность использовать биометрию будет доступна тем, кто ранее зарегистрировал подтвержденную биометрию в единой биометрической системе. В Госдуме предложили в экспериментальном режиме предоставить возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю без снижения дохода одному из родителей многодетной семьи, а также одиноким родителям. Автор инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предлагает дать возможность увеличения ежедневного времени работы таких сотрудников до 9 часов по соглашению с работодателем. Эксперимент может быть проведен в течение 12 месяцев на территории одного или нескольких регионов или же на базе нескольких крупных государственных предприятий, а также частных предприятий, которые добровольно примут решение поучаствовать в подобной программе. Шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали завоевали ингушские дзюдоисты на открытом межрегиональном турнире, который проходил в Кабардино-Балкарии. Золотыми призерами стали Алисхан Костоев, Осман Албогачиев, Абдулла Богатырев, Ахмед и Али Гамурзиевы и Халид Сычоев. Второе место заняли Ибрагим Исмурзиев, Халид Гойгов, Рахим Целоев, Али Чаджоев и Муслим Баркинхоев. Бронзовые медали получили Руслан Гамурзиев и Ильяс Азиев. Руслан Гамурзиев